Могут ли люди в разных странах помочь палестинам в своем джихаде? Да, конечно. На самом деле, когда мы помогаем невинных людей, которые страдают из-за военных действий, преступлений сионистского режима, когда мы помогаем сурот, раненых, семье убитых, помогаем снова строить дома, разрушенные террористическим режимом, все это на самом деле джихад, потому что Аллах в Коране говорит джихаду, совершать джихад своими средствами и своей жизнью, то есть даже средствами раньше, чем жизни. Люди совершают джихад иногда через помощь материальную, гуманитарную помощь, это тоже считается великим джихадом, иншаллах. И также, когда мы освещаем правду, когда мы рассказываем всему миру, что есть в происходе, поэтому журналисты или известные личности, медиа, когда они освещают правду и объясняют людям, кто есть на самом деле убийца, кто есть террорист на самом деле, кто является жертвой, потому что это борьба не мусульман против немусульман, как некоторые думают, это борьба правды против лжи, свободных людей против оккупантов, захватчиков. Все люди свободной воли во всем мире должны помочь палестинцам, потому что они не только борются за мусульмана, святыню ислама, вообще борются за правду в этом мире, на самом деле, за справедливость в этом мире. И в том числе большое уважение вызывают на самом деле и спортсмены, и известные личности, которые имеют вес и, скажем, авторитет во всем мире. Даже если они страдают на этом пути, пути доведения и доказательства истины и правды, то, на самом деле, я считаю, что однозначно они совершают джихад, который они получат великой наградой, иншаллах, священного Аллаха, субхану ата'аллах. Также деятельность политиков, которые добываются справедливого рассмотрения дела в правительствах, в парламентах, в международных структурах или в наших, в российских, ну, любой, кто в своих государствах находится, добывается, что государство рассматривает это дело, как бы не остается на стороне, а начинает понимать, что это на самом деле касается нас всех, то эти политики тоже совершают джихад, то есть усердие на пути Всевышнего. Поэтому, как видите, пути джихада не как некоторые нам объясняют, что это взял автомат и стрелять, только нет. Все это относится к джихаду, все это относится к усердию, и не надо бояться этого слова, потому что многие это слово вызывают какой-то страх, потому что какие-то экстремисты, какие-то террористы использовали эти слова, обравдали свои, скажем, преступления, и вот мы стали бояться использовать этот термин. На самом деле термин джихад – это прекрасный термин, и он указывает на пожертвование ради правды, пожертвование ради достижения истины, пожертвование ради защиты слабых, пожертвование ради защиты принципов. Поэтому джихад – это великая вещь, и без него мусульманская умма не может жить.